Хабиб Нурмагомедов, еще один наш боец, который завтра, поздно вечером, ну или даже в воскресенье, рано утром должен был биться в UFC, был доставлен в больницу. Сегодня, за несколько часов до взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном, причиной этой госпитализации стала аномальная сгонка веса. Да, мы будем следить за развитием событий. Нурмагомедов, как и Паша сказал, почувствовал недомогание. Произошло это в сауне, в бане, он обратился к медикам и бой действительно должен был состояться 5 марта, но теперь будет, как говорят специалисты, перенесен, увы. Одним из первых информацию об отмене этого боя подтвердил менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель Азиз. В социальных сетях появилась следующая информация. Я хотел бы извиниться перед Тони Фергюсоном, его командой, UFC и всеми болельщиками. Мы очень ждали и хотели этого боя. Самое главное для нас это здоровье Хабиба. Сейчас он отдыхает, пока мы не думали, что будет дальше. Ну вот не остался в стороне и соперник Хабиба Тони Фергюсом. Давайте заглянем в его инстаграм. Так вот у себя на страничке Тони опубликовал следующее заявление. Хабиб, я надеюсь, ты чувствуешь себя лучше. Я молюсь за то, чтобы ты поправился и чтобы все было хорошо. Приятные, да, Паша, слова, мне кажется? Важные слова поддержки? Да, особенно с учетом того, что это уже четвертая отмена боя Хабиба в UFC и вторая отмена боя с Тони Фергюсом. Как известно, в несоревновательный период Хабиб Нурмагомедов набирает вес до 85 килограммов и сгонять его нужно до 62. Порой такие изнурительные тренировки сказываются на здоровье. Ну и сейчас, видимо, действительно немного переборщили со сгонкой веса у Хабиба. Боец со своими спарринг-партнерами готовился разнообразно. И тренажерный зал, и кроссы, и работа на мешках, и грэплинг, ну и, конечно же, сауна в качестве установительной процедуры. Видимо, для того, чтобы быстрее согнать вес, Хабиб даже не снимал в сауне своего тренировочного костюма. Представляете, насколько тяжелейшая эта работа? Скорее всего, в дальнейшем подготовку Хабибу нужно будет делать с акцентом на свое здоровье. И мы ему, конечно же, здоровья пожелаем. Будем надеяться, что вся эта история закончится хорошо.